Серия игр Mass Effect появилась благодаря целой череде успехов канадской студии BioWare в начале её творческого пути. Если вам о чём-то говорят названия таких тайтлов как Baldur's Gate, Neverwinter Nights и Star Wars Knights of the Old Republic, тогда поздравляю. Вы знакомы с базой, а ещё, скорее всего, рубите фишку в теме золотой классики RPG-игр. И даже если это не так, ничего страшного. Сегодня мы разберём, с чего зародилась Mass Effect, как BioWare пришла к этому, какие ключевые фигуры сыграли в этом роль, а также, как два разных скрещенных жанра чуть не загубили с самого начала похождения бравого командера. И какой секрет спрятан в главном антагонисте первой части Mass Effect. Субтитры создавал DimaTorzok Все начинается с самого лампового, добавляющего сразу 100 очков к душевности истории маленького уютного подвальчика. В то время, когда ещё трава была зелёной, и на ней не развелось всяких паразитов. Когда в 1995 году была основана BioWare, самой популярной настольной ролевой игре про драконов в подземелье уже был 21 год. И на Западе её почти никто не обошёл стороной. В том числе сотрудники BioWare, которые были теми ещё гикарями. Они увлекались всей возможной поп-культурой и совсем немножечко, самую чуточку, программированием. Но все они были любителями. В команде находилось лишь парочка человек, которая имела профильное образование и опыт в разработке видеоигр. Основной состав был укомплектован менеджерами, продавцами, консультантами, студентами, только что окончившими университет и врачами. Если бы врачи Рэй Музика и Грег Зе Щук, отцы-основатели, не отказались от своей изначальной профессии, то всей этой разношерстной компании могло бы и не быть. У Рая с Грегом было кредо. Всё равно, какое у тебя образование. Покажи, что умеешь, а мы дадим тебе всё остальное. Благодаря этому правилу они сумели собрать талантливых людей и дали им возможность развиваться и творить. Но этим рок-звёздам ещё только предстояло появиться. А путь лежал через роботов, классику мирового фэнтези и световые мечи. Первой игрой в студии стала Shattered Steel. Экшен от первого лица про бои роботов. Неплохая альтернатива в жанре, где уже крепко обосновались другие франшизы. Однако игра собрала средние оценки и продалась небольшим тиражом. Издатель в лице Интерплея, на тот момент большущей компании, которая в год издавала по десятку разных игр, был удовлетворён. Но не настолько, чтобы выпускать продолжение, которое было уже заявлено в конце титров первой части. Вместо этого, Интерплей дала добро на создание трилогии игр по вселенной ДНД. Не то, чтобы это сразу сделало молодую канадскую студию какой-то исключительной и избранной. Интерплей тогда отдавала на аутсорс новоприобретенную лицензию ДНД налево и направо разным студиям. И удачных игр по этому сеттингу выходило немного. Для боевая это стало важным событием. Но более выгодным это стало для Интерплей. Благодаря этому сотрудничеству, Интерплей получит в свои цепкие лапы игровую франшизу врат Балдура. А также игровой движок, созданный канадскими программистами. Увидев потенциальную возможность этого двигателя, Интерплей поручит своей внутренней студии создать две игры на его основе. Ими станут Icewind Dale и Planescape Torment. Очень похожи друг на друга по геймплею, но каждая со своими фишечками. Можно много говорить, на какую из механик в этих трех играх больше сделан упор. Эксплоринг, повествовательная или боевка объединяет их отличительная черта движка, на котором они были созданы. Боевая система в реальном времени с возможностью ставить игру на паузу. К этой механике игроки отнеслись по-разному. И на тот момент вариант интерпретации монструозных правил подземелий драконов, положенных на рельсы боевки в реальном времени, вызвал в стане аутфага в классических ролевых игр бурю эмоций. И ответственным за это решение был человек, который разбирался в правилах лучше любого среднестатистического игрока в ДНД. Джеймс Олен, главный дизайнер врат Балдура, а в прошлом именитый гейммастер, сыскавший в родном городе славу среди игроков, которому в очередь записывали за несколько месяцев, чтобы сыграть с ним. Механика боя с паузой принесла динамику и ощущение цельной карты мира без необходимости переноса персонажа на отдельную арену для сражений. В общем, боевка в реалтайме с паузой показала себя хорошо и понравилась массовому геймеру, а это означало ее последующее использование. Релиз Baldur's Gate бабахнул, ознаменовав новую эру RPG, по крайней мере в западных. У японцев свой путь самурая, разделив историю ролевых игр на до и после врат Балдура. Теперь нужно было соответствовать новому эталону. Да, на поле брони были и другие игры, к примеру, вторая Fallout, издаваемая в том же году Interplay, но в другом сеттинге ядерного постапокалипсиса, в то время как детище боевое главенствовало в средневеку фэнтезийном. И в быстро меняющемся мире начала нулевых этот успех нужно было закрепить. Также в 1998 году перед выходом Baldur's Gate случилось масштабное расширение штата сотрудников BioWare. В студию пришли работать новички, которые в будущем займут руководящие должности. И из всех них лишь парочка может похвастаться безумным карьерным ростом. Конкретно нас интересует темная лошадка Кейси Хатсон. Вырасти из 3D-художника-моделера до руководителя проекта нужно еще суметь. При этом только что закончить институт с дипломом инженера-механика и мечтать стать летчиком-истребителя. Но именно несбывшиеся мечты о небе сыграют главную роль в разработке его будущего детища. Пока же все его время занимало рисование 3D-моделей и проектирование запутанных локаций для второй части MDK. Игра по очереди давала под управление трех разных героев и отправляла бить морды гротескным пришельцам. А под конец, результатом того, что ее разрабатывали чуваки, повернутые на RPG, стал финал, в котором предлагалось пройти последний уровень за трех разных героев и получить три разные концовки. А для линейного шутера, который до этого даже намека не давал на какую-либо вариативность прохождения, это стало большим сюрпризом. Еще в MDK был потрясающе воссоздан сеттинг ретрофутуризма и научной фантастики. Игрокам давали пробежаться по космическим кораблям и почувствовать себя крохотной песчинкой в мегаполисе пришельцев. А главное, в 3D! MDK стала первой игрой боевая в трехмерном пространстве, со срежиссированными игровыми роликами на движке игры. И последовавшая за ней Neverwinter Nights, снова спускающая игрока со звезд в D&D-шный мир средневекового фэнтези, также была создана 3D. Если посмотреть на график выхода игр в боевая, то можно наблюдать, как чередовались сеттинги. С небольшими оговорками, такую тенденцию с меняемости жанров можно проследить до 2017 года. Для разработчика, фанатеющего по фэнтези в начале нулевых, считалось мечтой поработать над созданием игры по Dungeons & Dragons. То же самое можно сказать про тех, кто врывался по фантастике. Только для них мечтой была работа по вселенной Звездных Войн. После Neverwinter'овских ночей, BioWare отправилась в далекую-далекую галактику. Рэй Музика и Грег Зощук еще в 2000 году заключили договор с LucasArts Entertainment на разработку игры по вселенной Звездных Войн. Но не простой, а расширенный. За 4000 лет до событий лукасовской на тот момент еще квадрологии, первоначальный концепт идеи собрали на игровом движке второй MDK. И ролик показали за закрытыми дверями представителям LucasArts. Демонстрация включала себя бой на световых мечах с прогулкой по Ататуину. И презентовал это демо Кейси Хадсон. Но не один. За спиной стоял уже матерый дизайнер Джеймс Оллен. Занимавший всегда до этого ключевые должности в разработке игр, но как дизайнер. А вот директором будущей игры по Звездным Войнам стал Кейси. О каких бы далеких планетах ты не мечтал, этого мало, чтобы возглавить разработку игры. Но Кейси за время работы в студии сумел показать себя как очень грамотный управленец. И нужно понимать, какой хаос царил тогда в студии. Потому что руководителем проекта ты можешь являться. Но в случае нехватки рабочих рук, нужно будет снизойти до дизайнера, 3D-художника. И в конце концов модельку дроида Т3М4 никто кроме тебя с движка MDK на более новый двигатель от Neverwinter Nights не перенесет. Star Wars Knights of the Old Republic на своё время могла похвастаться уже не такой вырвиглазной трёхмерной графикой. По сравнению с прошлыми играми от канадской студии, проработанной RPG составляющей и про сюжет с персонажами даже говорить не стоит. Это уже тогда было неотъемлемой частью игр от боевые. А для фанатов вселенной дедушки Лукаса, Котор так вообще стала отдушиной. После неоднозначно принятых первого и второго эпизода, показав, что не всё так просто в далёкой галактике с делением мира на добро и зло. И всё это полноправно на то время закрепило канадскую студию в числе мастодонтов, от которых можно ожидать большущие, потрясающие хиты, задающие стандарт качества для всей индустрии видеоигр. После этого студия выпустила свой собственный IP в фэнтези-игру Jade Empire. BioWare выбрала очень нетипичный сеттинг древнего мифического Китая. А ещё игре предстояло стать эксклюзивом для платформы Xbox. Microsoft полностью профинансировала проект, что позволило студии приобрести новейшую аппаратуру и впервые использовать технологию Motion Capture. Благодаря захвату движений с актёров битвы стали такими же эффектными, как в каком-нибудь фильме про кунг-фу. Но, мелкомягкие, кинули мешки с деньгами в канадских разработчиков совсем с другими планами. Чтобы BioWare на фоне успеха Star Wars Knights of the Old Republic выпустила ещё одну игру, эксклюзивно для нового поколения. Что-то намного больше. Работа закипела ещё в 2003 году. Проект был наречён SFX, Science Fiction X в честь научного журнала, и уже начал обрастать потихоньку первым лором вселенной. За его проработку был ответственен Дрю Карпишин, человек-талант с большой буквы. Он сконструировал механизм вселенной, сочинил ей историю, прописал персонажей, тем самым сделав своё имя в будущем гарантом качества, подтверждающим, что проекты, над которыми он работает, будут, ну, хотя бы с интересным миром. Но даже этого порой мало. Провалившийся лутер-шутер Anthem передаёт привет. Microsoft хотела, чтобы новая игра боевая получилась такой же успешной, как и рыцари Старой Республики. И, естественно, реализовывать капризы издателя был поставлен Кейси Хатсон. После того, как он пересмотрел все культовые фильмы на фантастическую тематику, был сформирован список главных целей будущей игры. Должна быть мощная история, сфокусированная на одном персонаже, с которым мог бы отождествлять себя игрок. Свободные путешествия по открытому миру, с возможностью исследовать космос и планеты. Запоминающиеся сопартийцы в команде под управлением игрока. И онлайн-составляющие с полноценным мультиплеером торговли между игроками и обменом лута. Не то, чтобы первые три правила из четырёх до этого в играх от боевая не соблюдались, но рекомендовалось сделать на этом больше упор. И поскольку все силы студии были брошены на Mass Effect, слава богу, что мультиплеер появился только в третьей части серии. Без ущерба одиночной составляющей игры. Кто его знает, получилось ли бы в самом начале, погнавшись за всеми зайцами, создать крепкую, собственную франшизу, подвластную только боевая. В 2004-м сформировались первые наброски по сюжету. Относительно в не очень далёком будущем люди высаживались бы на Марс. Где находили след древней инопланетной расы и вещество — чёрный песок, позволяющее путешествовать по космосу быстрее скорости света. Потом человечество сталкивалось бы с коалицией инопланетян в так называемом звёздном городе. Героем игры должен был стать человек капитан Андерсон, а антагонистом — пришелец Сарен, представитель древней расы Назарий. Завязка конфликта была бы в сражении за свободу, и... Всё это пошло под нож. Разработчики решили, что истории не хватает масштаба, а все наработки чуть видоизменили и сделали приквелом к событиям уже той истории, которая войдёт в игру. Первые же сборки Mass Effect с тестами системы диалогов собирались ещё на базе игры J.D. Empire. А её тогда критиковали за обилие текста в диалогах во время выбора ответа игроком. И Хадсона это очень сильно озадачивало. Мол, чего вы ожидаете? Это же история! Как мне до вас ещё донести сюжет, если вам неинтересно его читать? И решением проблемы спустя череду брейнштормов стал тот самый интерфейсный круг с вариантом коротких реплик по бокам, передающий приблизительную суть ответа главного героя. Идея была в том, чтобы человек за экраном продолжал играть даже во время разговора, выбирая ответ, полагаясь на эмоциональный окрас реплик. Новая система настолько всем понравилась, что её даже решили запатентовать. Правда и она была не идеальна, с косяками, вылезшими из-за упрощения и сокращения текста. Следующие сборки игры были уже на новом движке Unreal Engine 3 и позволяли пощупать бои с системой управления отрядом. Но на ранних стадиях разработки и ещё до первых трейлеров игрового процесса, вся эта штука отчаянно отказывалась работать. Дело было в том, что геймплей подразумевался от первого лица. Кейси, являясь фанатом Хейла, черпал идеи оттуда и столкнулся в своём проекте с элементарной проблемой нехватки угла обзора во время боя для управления отрядом. И буквально одно решение перенести камеру за спину героя оживило всю неработающую до этого механику управление группой. Как бы могла выглядеть Mass Effect, если бы разработчики оставили вид от первого лица, можно только представить. А вот стало ли это решение следствием выхода в 2006 году ещё одного эксклюзива для Xbox 360 Gears of War, в котором механика боя с укрытиями очень похожа на Mass Effect? Можно только гадать. От идеи переключения между сопартийцами тоже решили отказаться в угоду повествовательной части, чтобы игрок ощущал себя командиром на поле боя в лице одного персонажа. В 2006 году общественности показали трейлер, стартовав бурную рекламную кампанию. Год оставался до выхода игры, и BioWare погрузилась в кранч. Смена интерфейса, скинов персонажей, выискивание багов, вырезание контента — это только самое очевидное, что приходит на ум. А ещё это RPG, и команда начала рвать волосы на голове, когда в последний момент узнала от Кейси, что все решения игрока должны быть учтены в следующих частях. Главный мужской герой получил колонический облик в самый последний момент. Даже с названием игры определились только когда Microsoft объявила, что пора уже рекламировать продукт. Слово «эффект» в вариантах фигурировало чаще всего, хотя и других безумных названий хватало. Определяющим фактором второго слова в названии стала книга «Mess. The Art of John Harris», где было приведено и изображено много научно-фантастических идей, которыми Кейси вдохновлялся. И однажды, когда от перебора вариантов уже тошнило, утром на совещании один из отцов-основателей боевая Грег Зе Щук выдал итоговое название игры, на которое Кейси отреагировал однозначно. Дословная цитата. I don't hate it. Жанр sci-fi основывается на неком допущении в области науки, на создании нового изобретения, открытии неизвестных законов физики и построении новых моделей общества. Все это есть во вселенной эффекта массы. И вот с чего она начинается. До 21 века человечество масс-эффект имеет полностью схожую с реальным миром историю. И в 22 столетии люди, наконец, выходят за пределы родной планеты, основывая колонии на Луне и Марсе. А дальше начинается невероятное. В 2148 году группа геологов на Красной планете обнаруживает древние развалины базы пришельцев с поврежденным архивом данных, а также вещество, с помощью которого человечество ломает представление о законах физики. Нулевой элемент. Название дали этому материалу ученые после расшифровки архивов на Марсе. Благодаря этим находкам развитие технологий получило скачок на несколько столетий вперед. Сверхсветовые двигатели, космические корабли, кинетические барьеры, способные отражать снаряды, сверхпрочные материалы, броня, оружие невиданной огневой мощи. Все старые технологии заменяются на новые, базирующиеся на эффекте массы. Поле темной энергии, образующийся путем подачи электрического заряда на нулевой элемент. Объект, оказавшийся внутри этого поля, просто вычеркивается из закона физической вселенной, позволяя контролировать массу этого объекта и перемещать его на миллионы световых лет за долю секунды. А древнюю исчезнувшую расу, оставившую наследие своих технологий, называют протеанами. Однако на этом открытие не заканчивается. Быстро облетев родную Солнечную систему, люди находят на ее окраине ретранслятор массы, вмерзший в ледник на орбите Плутона. Включают его и отправляются исследовать бескрайние просторы космоса. Казалось бы, вот оно. Все человечество стремится в светлое будущее. Нет. Золотой век ударил по земле, вызвав бурный рост промышленности, торговли и искусств. Но общество еще больше расслоилось на богатых и бедных. И ни о каком утопическом едином правительстве, объединившем космическую эпоху человечества, даже и речи быть не могло. Тем не менее, медленные, но уверенные движения в эту сторону начались. Постепенно была сформирована независимая, наднациональная организация, Альянс, включающая в себя самые крупные страны. Сфера ее влияния со временем все больше росла, и когда человечество столкнулось с первой инопланетной угрозой, Альянс показал себя как крепкое, единое формирование, способное не только изучать космос, но и защищать его от захватчиков. Ими оказались Турианцы, одна из инопланетных рас, населяющих галактику. Но из всех них самая дисциплинированная и военизированная. В ту пору Альянс носился по всем возможным неизведанным системам, активируя спящие ретрансляторы. И так случайно забрел на территорию Турианской иерархии, где разведывательный отряд быстро уничтожили, все завертелось, Турианцы даже успели захватить человеческую колонию и с людьми немного поубиваться друг об друга. Все это могло перерасти в полномасштабную войну, но вовремя вмешался Совет Цитадели. Это что-то наподобие земного Альянса систем, но только намного больше. С представителями самых влиятельных рас галактики, коих немало. Войну быстро прекратили, а людей вывели на космическую арену с подпорченной репутацией агрессоров из-за первого знакомства. С тех пор прошло 35 лет. За это время человечество успело наладить торговые и дипломатические отношения, найти врагов в лице целой расы, я говорю не про турианцев, а также люди зарекомендовали себе как целеустремленный, быстро развивающийся вид в инопланетном социуме. Для человечества настала пора героев, символов, тех, на кого будут равняться и за чьими действиями будет следить вся галактика. Чтобы соответствовать новой космической эпохе, Альянсом была разработана особая система подготовки специальных оперативников. Боец должен был пройти через все круги ада во время обучения, приобретая навыки ведения боя с превосходящими силами противника, приспосабливаться и выживать в агрессивной среде, а также во время обучения развивал лидерские качества. Тем же, кто все осиливал, присваивалась военная литера Н7, означающая высший уровень подготовки. Боевые оперативники, носящие этот отличительный знак по праву, могут считаться элитой войск Альянса. И прекрасным доказательством этого является Шепард. Старший помощник, а также командир десантного отряда космического фрегата SSV Normandy SR-1, служит под началом капитана Дэвида Андерсона, достаточно культовой личности в войсках Альянса, также когда-то давно в начале своей карьеры прошедшего подготовку Н7, и являющегося ветераном войны первого контакта людей-истурианцами. Скоро должно произойти важное событие для человечества. В ряды спектра, организации элитных агентов, подвластных только совету Цтадели, в который человечество всеми способами желает попасть, должен быть принят первого в истории человека. И это Шепард. Случай беспрецедентный. Раньше спектрами могли стать представители тех рас, которые уже входят в совет Цтадели. А людей там нет. Пускай Альянс систем включили в список союзников и даже позволили открыть посольство на Цтадели, но чтобы попасть в совет, нужно суметь доказать свою пользу галактике и показать умение работать сообща с другими расами. И такая возможность только что предоставилась. На одной из людских колоний, Итен Прайм, археологи нашли древний артефакт протеан – маяк. А протеани имеют важное значение в истории для всех рас, не только людей. Все, кто сумел покорить космос, сделали это благодаря наследию древней цивилизации, найдя такие же протеанские технологии в своих системах, как люди. И кто знает, что за секреты может поведать протеанский маяк, тем более работающий. На плечи Шепарда и Андерсона ложится задача доставить этот артефакт на Цтадель Совету, присматривает за ходом операции спектр Найлус, воплощающий своим видом все профессиональные качества, которыми может быть наделен спектр Турианец, и заключающим фактором, демонстрирующим то, что человечество готово отринуть былые конфликты, является то, что летят они туда на новейшем фрегате Альянса, разработанном вместе с Турианцами. Но, как обычно, это бывает. Штатный полет превращается в операцию по спасению выживших. Итен Прайм атакован неизвестными. Колония в огне, а миссия под угрозой. Впрочем, идентифицировать нападающих получается. Хотя никто из группы Шепарда с подобным еще в жизни не сталкивался. Это геты. Синтетические организмы, 300 лет тому назад взбунтовавшиеся против своих создателей и изгнавшие их с родной планеты. Но странно то, что до атаки на Итен Прайм они никогда не покидали свой сектор космоса и существовали в изоляции от других рас. До этого момента. Тех колонистов, которых не убили, геты, насаживают на шпили, превращая в хасков. Зомби. И чем дальше группа продвигается в поисках майка, тем загадочнее происходящее. В какой-то момент Шепард может встретить выжившего ученого, который бредит до конца света и жалуется на... Шум. Тихий. Сводящий с ума шум в ушах. И венцом увиденного становится колоссальных размеров дредноут. Мало того, что в списках дифференцированных кораблей галактики нет подобных такой модели дредноутов, так еще поражает то, что ни один из них не способен стартовать с поверхности планеты прямиком в космос. И пока Шепард с отрядом наблюдали за этим, Найлус неожиданно для себя встречает другого спектра. Сарана. Потеряв бдительность, думая, что тот союзник, Найлус погибает от пули, выпущенной в затылок. Шепард в погоне за виновником атаки на колонию окажется затянутым в силовое поле маяка, спасший тем самым напарницу Эшли Уильямс. После чего артефакт протеан взрывается, накрыв Шепарда непонятными видениями, и отправляет его в нокаут. Миссия, мягко говоря, не удалась. Маяк уничтожен, сопровождающий спектр мертв, а колония в руинах. Теперь предстоит держать ответ перед советом цитадели. И о перспективах человечества в рядах спектра можно забыть. Вдобавок нужно суметь доказать, что Саарен повинен в атаке на Иден Прайм, а свидетелей мало. Один напуганный рабочий, спрятавшийся за ящиками, когда Найлуса убили, и нечеткое видение от маяка в голове командера, сулящая смерть всему живому. Такое себе доказательство. Капитан Андерсон верит рапорту Шепарда, тем более, что имя спектра Саарен ему знакомо. И он прекрасно представляет, на что способен этот турианец. Но вот вопрос, зачем ему все это? В спектры попадают лучшие из лучших бойцов галактики, верности совету которых сомневаться не приходится. Тем более, только глупец может придать совет, потому что на него сразу начнется охота других агентов спектра. Как бы там ни было, Нормандия уже подлетает к оплоту всех рас космического пространства от Стадели, огромной станции, служащей столицей для торговли и дипломатии. Порой очень грязной дипломатии. Так раз один из самых запачканных и увязших в этом по уши, человеческий посол Донал Удина. Он был один из тех, кто выдвигал кандидатуру Шепарда в спектры, преследуя свои цели. Посол — мерзкая личность. Лучше встретиться со взводом врага лицом к лицу, чем выслушивать его. Президиум Цитадели — потрясающее место. Величественное и спокойное. Но это только видимость. За стенами кабинетов, офисов царят интриги, заключаются сделки, торгуют информацией, и каждый ведет двойную игру. С самого начала. Как только нашли эту станцию... Да, Цитадель, как и ретрансляторы массы, наследие вымершей расы протеан. Тут происходила борьба за власть. В Совете Цитадели находятся далеко не все представители разумных видов, населяющих Млечный Путь. Первыми нашли станцию Азария — раса однополых пришельцев с разными оттенками синей кожи. Внешне очень похожие на людских женщин, только с отростками на голове. Олицетворяют в Совете мудрость. За ними подтянулись саларианцы — типичные зеленые человечки из истории Земли 20 века. Эти в Совете занимают позицию ученых. И потом уже прилетели турианцы на своих дредноутах и сказали, что будут тут все охранять. На этих можно навесить очевидный ярлык воинов. А кому хочется хоть как-то участвовать в политической и торговой жизни, придется открывать посольство. Как людям. По соседству с ними делят одно помещение на двоих представители пыхтящих кругляшей волосов и гундящих слоноподобных элкоров. Типичные расы второго или даже третьего плана, забавные своей нелепостью. К таким же гротескным существам еще можно причислить мерцающих медуз-ханнеров, фанатеющих по протеанам и считающих их богами. Остальные же расы, населяющие галактику, ну, их отношение с Советом Цитадели можно обозначить как очень сложное. В разный период своего времени у них были связи с Советом, но произошли политические события, которые обрубили все дальнейшее сотрудничество. Когда-то были кварианцы, которые создали геттов, синтетическую форму жизни, с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом. После чего их посла выгнали со станции, и с тех пор их раса носит клеймо прокаженных. Были кроганы, которых нашли и вывели в космос, когда вся галактика пылала и терпела сокрушительное поражение от разумных инсектоидов. Это было еще до появления людей. В итоге для кроганов это имело ужасные последствия. После победы над жуками бывшие союзники отплатили своим спасителям искусственной болезнью, генофагом, который стерилизовал всю расу. Теперь кроганы медленно вымирают. И вот уже на веку человеческом произошли события, когда батарианцы претендовали на участок космоса для своих колоний. А Совет отдал те колонии людям. После чего раса сопящих четырехглазых пауканов покинула свое посольство. И с тех пор у них с людьми очень натянутые отношения. Но самое прекрасное окрашивающее мир в серые тона это то, что у всего этого есть второе дно. Кроганов стерилизовали, потому что те плодились как бешеные и заселяли один за другим миры. И галактику могло просто накрыть волной демографического взрыва не самой дружелюбной расы, которая искала кому еще вломить, когда проблема с инсектоидами закончилась. А батарианцы? Ну, я уже говорил, что политика грязное дело. Совет отдал спорные территории космоса людям, как репарацию за войну первого контакта. Воевали турианцы, расплачиваются батарианцы. П. Политика. И это не все обитатели галактики. Будут еще, но потом. А, ну, забыл про маленьких жукоподобных хранителей, но они по большей степени просто функция. Это странная раса, живущая только над стаделей и следящая за ее состоянием. И ни с кем не контактирующая. Странно. Ну, такой расклад всех устраивает. Главное их не трогать, а то они моментально самостоятельно аннигилируются. Вот и получается, что пока раса удобна совету, с нею кое-как насчитаются. Но когда нужна помощь, как в случае с кварианцами, совет просто игнорирует все просьбы с наложением санкций на всю расу и вводом в законы на запрет разработки искусственного интеллекта в галактике. Или вмешиваются с ужасающими последствиями. Так что действия совета Цитадели зачастую неоднозначны. Шепард в этом убедится на личном опыте. На слушании об обвинении Сарана атаки на Иден Прайм, совет отвергнет все доводы о том, что Спектр предатель. Шепарду говорят идти проспаться, а все заседание Саран выворачивает, как личную неприязнь к себе от капитана Андерсона. Этих двоих кое-что связывает. В прошлом. Но об этом потом. Нужно найти доказательства вины Сарана. Командору дадут несколько зацепок по делу. Все они ведут к очаровательной акварианке Тали Зори, у которой есть нужная для дела информация. К команде Шепарда по ходу расследования могут присоединиться турианский офицер службы безопасности Цитадели Гарус, который точит зуб на Сарана и накопал что-то на него, и Кроган Рекс. Этому в общем пофиг, где и кому морду бить, но как потом выяснится, он в курсе, кто такой Саран. И вообще его нанял Серый Посредник, таинственный торговец информации, которого никто никогда не видел. Чтобы устранить мелкую пешку, которая предала его за то, что снюхалась с мятежным спектром Сарана. Выяснится, что каварианку Тали отправили в ловушку, и Шепард понесется ее спасать. Каварианцы после того, как потеряли родной мир, путешествуют в своей громадной флотилии по космосу, от системы к системе, гонимые и презираемые всеми. И частью их культуры стало паломничество. Это когда каварианец становится взрослым и отправляется в одиночку по галактике, собирать всякие технологические ништяки. Вот так раз Тали во время такого своего путешествия наткнулась на патруль гетов, и извлекла из одного модуль памяти, в котором Сарен говорит о планах нападения на Иден Прайм с некой Бенезией, матриархом Азари. Но, помимо этого, в их разговоре упоминается что-то под названием канал. И некие жнецы, которые 50 тысяч лет назад уничтожили протеан, а после бесследно исчезли. Геты верят в это, считают жнецов богами неорганической жизни, а также, что Сарен сумеет вернуть их. Совет принимает доказательства вины спектра, но не все. В существовании жнецов поверить отказываются, в общем, пока это и не важно. Предатель ищет предполагаемое оружие под названием канала, и его нужно остановить. Усложняется эта задача тем, что колониям людей по-прежнему угрожает опасность нападения гетов. И эти планеты находятся слишком близко к территориям, не под властным совету Цитадели. Потому что в другой половинке галактики царит полнейшая анархия. И хотя пираты и прочая галактическая шушера, что там обитают, сами друг с другом грызутся, но в случае чего мигом объединяться и с криками за свободу ринуться единым фронтом против общего врага, угрожающего их территорией. Вот поэтому любое открытое вмешательство может привести к вооруженному конфликту на границе звездных систем. Нужны аккуратные, точечные удары, не привлекающие внимания врага. Нужен агент. Чтобы поймать спектра беглеца, необходимо отправить другого спектра. И Шепард прекрасно подходит на эту роль. Наконец, свершилось. Первый человек в рядах спектра с карт-бланшем на всё. Эпик, все дела, до сих пор от происходящего на слезу прошибает. Но позвольте побыть вредным оппонентом и избавить градус эпичности от церемонии инициации. Спектры герои, спектры правая рука совета, спектры то, спектры сё. Спектры убийцы. Если убрать весь этот пафос и красивые слова, то получится, что спектр — это агент, над которым нет законов. Он подчиняется только совету и вправе делать всё для сохранения мира в галактике. Весь этот напущенный советом героизм и эпик для организации, которая изначально являлась тайной, которая вышла на свет только после завершения войны с Кроганами, которая тайно кошмарит всю галактику, которую ненавидят и боятся за то, какими методами она орудует, ненавидят даже те, кто проживают на территории Совета Цитадели и являются законопослушными гражданами. Спектры — это та самая серая зона. Защитники, хранители мира и в то же время необходимое зло. Сарен являлся лучшим спектром, а в его методы работы укладывается парадигма — тысячи должны погибнуть, чтобы миллион выжил. Да, в спектрах состоять почетно. Но кем ты становишься делать такой выбор? Шепард теперь вольная птица, однако без рекомендации посла Удины, куда именно ему лететь, он не останется. Капитана Андерсона списали на берег, отдав его Нормандию под нужды свежеиспеченного спектра и сделали помощником посла, чему прославленный вояка не очень рад. Трюм заполнен самыми экстраординарными личностями, так или иначе точащими зуб на Сарена, и пора бы уже пуститься вдогонку за предателем. Каждое место, где доведется побывать Шепарду, будет поднимать разные проблемы этого мира, а также даст чуточку больше понимания личностей мятежного спектра. Сюрпризом для командера станет то, что к Сарену примкнули не только геты, а также кроганы и азари. Их немного, но даже один кроган, закован в боевую броню, это уже одна большая неприятность, к которой стоит отнестись со всей серьезностью. От одного такого придется спасти дочь матриарха Бенезии, Леару, и под рог от разваливающихся протеанских руин, эвакуироваться на Нормандию. А вот что касается командос азари на службе Бенезии, тут давайте поподробнее. Отеческий травер с системами терминус, это сладкое место не только для тех, кто с законом не в ладах, но и для вполне легальных корпораций, которые скрывают свои темные дела от Совета Цитадели. Яркий пример таких райских угодий это планеты Наверия и Феррос. И естественно, как только выяснится, что к ним прибыл спектр, у всех портится настроение. Заснеженное Наверия эталон места, погрязшего в коррупции. Под слоем чистого снега кроется вся грязь, которую навел один человек... Соларианец. И чувствует себя тут неприкасаемым. Самым лучшим исходом в действиях Шепарда будет убедить в обратном коррумпированного чинушу и сдать с поличным. Такое завершение квеста это один из способов получения пропуска на выезд в сторону станции, где обосновалась мать Ляры. И если до этого не получилось прочувствовать весь дух тирании корпорации, то дальше гнездо, в которое направится Шепард, явно навевает дух киберпанка. Со свойственным этому сеттингу запрещенными экспериментами корпоратов и пренебрежением жизнями своих сотрудников. Помните, я говорил о инсектоидах, которых кроганы истребили? Так вот, это Рахнии. И оказывается, убили не всех. Корпораты нашли на заброшенном корабле яйцо, в котором сидела маленькая царица Рахнии. Затем ее оттуда достали, вырастили и начали проводить на дне эксперименты, попутно разводя свой террариум с маленькими Рахнидами. Шепард застанет комплекс уже в плачевном состоянии, когда детишки царицы уже вырвались на свободу, и, обезумев от разлуки с мамой, заполонили все и вся, превратив это место в свой улей. И тут на сцену выходит команда с Азари. Все те, кто последовал за Бенезией и, следовательно, Сараном. Азари вообще довольно уникальная раса, на которой свет сошел с Аклином. Живут по тысячу лет, их считают привлекательными вся гуманоидно-органическая часть галактики, так и еще. Все они способны сливаться уедино с другим гуманоидом разумами, обмениваясь мыслями и эмоциями. Причем таким же способом они и размножаются. При этом не важно, кто папа и мама, всегда в результате такого союза с другой расой рождается Азари. И вот эта идеальная во всем раса становится отличным проводником воли царицы Рахни. Бенезия в предсмертном состоянии после боя с Шепардом говорит, что она против своего желания делала то, что велел ей Саран, что он каким-то образом брал контроль над ее сознанием и после этих откровений умирает. Инсектоиды оказываются не такие безмозглые и хотя говорить на понятном человеку языки не могут, но делают это через Азари. Царица вещает через мертвое тело команды склянется, что больше никогда никому не причинит вреда, заползет на край галактики и будет в тишине восстанавливать популяцию своей расы. Жуки действительно удивительные существа. Забегая вперед, они и еще одно создание единственные, кто застали протеан с живыми. Столь древние обитатели галактики могут поведать много тайн прошлого и так раз за этим Саран отправил сюда Бенезию. Все царицы Рахнии имеют наследуемую генетическую память и благодаря этому матриарх узнала, где находится ретранслятор массы, утерянный много веков назад, ведущий к заветному каналу, что ищет Саран. Но этого мало, ретранслятор ведет к десятку звездных систем на крае терминуса, и на поиски нужной планеты может уйти целая вечность. Приблизительно. В это же время совет Стадели попросит Шепарда вмешаться в патовую ситуацию на планете Вермайр. Там уж неотряд саларианцев обнаружил базу мятежного спектра и сидит в тылу врага. Крепость надо бы взорвать, а зеленых человечков спасти и выяснить, что же такое Саран там разрабатывал. Если до этого похождения командора выглядели как тайные операции, то сейчас о секретности можно забыть и отправиться на прямой штурм. Правда, командовать придется столь же малочисленной группой, а одного из людских сопартидцев отправить с отрядом саларианцев закладывать бомбу. И еще до начала операции Шепарду расскажут, почему Кроганы последовали за Сараном. Оказывается, он ищет лекарства от генофага, чтобы вновь некогда великая раса расправила плечи и могла спокойно размножаться. Естественно, делает он это не из благих побуждений, но это составит усомниться Рекса на правильной ли он стороне воюет, а после последует разговор по душам. Вермайер, пожалуй, самое богатое на события место. Помимо того, что Рекс может не пережить разговор с Шепардом, тут еще однозначно решится судьба Кайдена или Эшли. Нужно будет отправить одного из них с отрядом саларианцев штурмовать базу врага. А под конец, когда ситуация выйдет из-под контроля и миссии будет угрожать опасность, придется выбирать. Бросить товарища под перекрестным огнем гетов или оставить его с бомбой. Но, пожалуй, самое интересное, самое запоминающееся, что врезается в глубины мозга на долгие годы словно шифр протеанского маяка в голове Шепарда это разговор с властелином. В один момент командор попадет в команду с консолью, где Саран общался со своим ужасающих видов космическим кораблем. Но называть его так это кощунство. Перед Шепардом предстанет жнец. И это ощущение неотвратимости, непостижимости вещей, о которых он говорит, вселяющее ужас в Шепарда и в игрока по ту сторону экрана чего-то чуждого, дурманящего сознание своим могуществом и совершенным чувством безразличия к нишим существам. Как будто перед тобой настоящее божество. Твои слова как влажные, как твое будущее. Я вангард твоей деструкши. Этот взаимодействие закончено. Все опасения подтвердились. Жнецы не миф. Цикл продолжается и скоро всю галактику вновь накроет смоленистая тень сжатвой. Но еще есть надежда. Саран не нашел канал. Более того, в этом месте он изучал способность властелина влиять на разум органиков. Это и есть тот самый шум в ушах, сходящий с ума, подчиняющий воле не Сарана, а властелина. Турианец просто инструмент. Самый главный, но такой же инструмент, как геты Кроганы или Матриарх Бенезия со своими азари. Но предатель этого не понимает или отгоняет эту мысль. Однако боится, боится утратить контроль над собой, как другие марионетки властелина. В битве с Сараном Шепард в какой-то степени проиграет. Да еще и останется с тяжелым грузом ответственности заброшенного в ядерном взрыве товарища. Думаю, пора бы уже об этом сказать. Тем более не упомянуть это будет упущением и непониманием того, почему совет Стадели формен и мудаки. С самого начала информация касаемая Жнецов полностью отвергалась ими и не бралась во внимание. Кроме того, в конце каждой миссии у командора будет возможность выступить с рапордом перед советом. Они перемелют все косточки Шепарду обязательно за что-то упрекнут и всегда найдется какая-то фигня, за которую предъявят обвинение. И за свою твердолобость они поплатятся сполна, заносчивые в своей гордыне и ошибочном чувстве неуязвимости. Итак, Перос. Вся колония лежит в руинах, а у уцелевших органиков кошмарят синтетики. Все жители этого места так или иначе работают на Шепарду. Точно так же как на Наверии нужно будет подпортить им тут всю малину и спасти людей от древнего зла, стоящегося глубоко под колонией. А в общем-то пофиг на тайны. Это Торианин. Гигантских размеров плотоядное растение, которое было тут до людей и пожирало еще протеан в их эпоху. Сорнячок спал и никого не трогал. А потом пришли корпораты и начали над ним экспериментировать. Торианин обладает способностью так же как жнецы контролировать органиков, только делает это по-другому, распыляя свои споры и потом телепатически передавая жертвам приказы. Но делает он это грубее, не так изящно как жнецы. В случае неповиновения причиняя жуткую боль своему рабу. Правда делает он это только тогда, когда ему грозит опасность. В случае если ее нет, жертва вдохнувшая спора даже не знает о том, что уже под властью доисторического растения. Это произошло с работниками космопорта, под которым обитает Торианин. Поначалу они благосклонно расположены к Шепарду, но по возвращению обратного в поселение, покончив с угрозой гетто в колонии, командор уже будет знать правду о том, что корпорация экспериментировала с Торианином. По сюжету все важные существа или персонажи обладают какой-то способностью связанной с мозгами внушением телепатии и Торианин пожирающий в свое время протеан питал в себя их генетический код и он нужен был Сарану для понимания того, что показывает маяк. Для заключения сделки посредником в общении с растением опять стала Азари. Но вот так сюрприз. Мятежный спектр решил сжечь за собой мосты, чтобы больше никто не смог заполучить эту информацию и отправил геттов уничтожать колонию. Бедная Азари осталась в плену внутри Торианина и все безвольные слуги были подняты по тревоге. Впрочем, Шепард завершит начатое Сараном, вырубив краснокнижное растение. Иронично, но уже ради спасения колонии. Это совсем другое. Плененная команда отблагодарит за освобождение той же информации, что передала предателю. И когда Шепард сольется сознанием с Лярой, та Протеан, потерянной много веков назад в планете Айлос. Расследование закончено. И дальше необходимо уведомить об этом совет Стадели. Угадайте, каков будет результат? С самого начала посол Удина настаивал на преследование Сарана космическим флотом. И так раз об этом второй раз будет просить Шепард. Только Удина уже не поддержит этой инициативы и вместе с советом конфискуют Нормандию, отстранив командера от дела. Потом Шепард сорвется в самоволку, угнав фрегат вместе со всей командой, а Удина наконец получит то, что заслуживает. Айлос гиблое место. Когда-то планета была покрыта зеленью и на ней царила жизнь. Сейчас же она мертва. Как и ее прошлые хозяева. Забыто, заброшено и лишь ржавые монолитные руины напоминают о ее пылу величии. Сарен с Шепардом будут первыми за многие тысячелетия, кто нарушит покой этого некрополя. Остался последний марш-бросок. Однако Айлос просто так не отпустит командера. Страж, хранящий секреты протеан, пробудился. Нет, это не какой-то древний робот, готовый атаковать незваных гостей, и не будет никакого боя с ним. Будет лишь разговор, полный сожаления и надежд. Не протеани создали ретрансляторы, не они построили Цитадель, и не они были первыми. Цикл сжатвы длится уже очень долго. Десятки тысяч, миллионы, миллиарды лет галактика погружается во мрак, а потом снова расцветает. Благодаря Жнецам, благодаря их технологиям, органические расы осваивают межзвездные перелеты, идут по тому пути развития, который удобен древним машинам, верят в искусно сотканную ложь и умирают, когда наступает время. Но в этот раз не все пошло по плану. Текущий цикл немножко нарушился благодаря Протеанам. Они были могущественной империей. Когда явились Жнецы, естественно, никто не был готов к такому. Тем более, что массовое вторжение начнется через Цитадель, скрытый транслятор, о котором никто не мог знать. Тем более, что маленькие безобидные хранители его включат по приказу Властелина, оставленного наблюдать все эти годы из тени за органиками. Но Жатва затянулась на несколько веков из-за отчаянного сопротивления Протеанам. И они все равно проиграли. Когда ресурсы заканчивались, была предпринята отчаянная попытка спрятаться в стазис-капсулах, пока Жнецы не уйдут. Шли годы, десятки лет, а они не улетали. Страж это один из немногих искусственных интеллектов, который был создан, чтобы следить за спящими Протеанами и обеспечивать выживаемость расы, несмотря ни на что. Даже ценой отключения большинства стазис-капсул ради того, чтобы маленькая группа выжила. Тут была научная база. И когда жатва началась, Протеане стояли на пороге раскрытия тайны создания ретрансляторов массы. И когда жатва закончилась, последний труд целой расы был брошен на строительство ретранслятора доцтадели, чтобы заразить хоронителей вирусом, разрывающим их связь с жнецами, дав крошечный шанс жителям следующего цикла завершить этот порочный круг. Именно для этого нужен был Саран властелину. Только Органик мог считать шифр, заложенный в маяк протеан, чтобы пробраться измне в центр цитадели и отключить ее защиту. К моменту, когда Шепард доберется до канала, Саран уже вернет президиум в хаос, а властелин атакует цитадель. И довольно символично, что место, которое являлось оплотом мудрости совета, где он сверкал своим высокомерием, станет центром вторжения жнецов. Саран не всегда был марионеткой властелина. Его к этому подтолкнула жажда власти, и пускай он довольно жесток, но когда-то он служил совету и был спектром. Шепард сможет напомнить об этом, развеивая власть жнецов над ним. Дальнейшее решение, что примет командор будет иметь ужасную цену. Спасти совет пожертвовав частью флота Альянса, пришедшего на помощь. В этот момент властелин предпримет последнюю попытку избавиться от мешающих ему органиков в центре управления, взяв под полный контроль мертвое тело Сарана, преобразовав его в Убер Хаска. И это будет его ошибкой, потому что отвлекшись на Шепарда, жнец утратит контроль над происходящим снаружи, и с окончательной смертью того, что когда-то было Сараном, у властелина отключатся щиты, и Нормандия метким выстрелом его уничтожит. Человечество доказало, что может работать сообща с другими расами, заплатив людскими жизнями. Отныне в Совете Цитадели будут восседать четыре члена, и Шепарду выбирать между Андерсоном и Удиной. Почему-то тут напрашивается единственное верное решение. Как бы там ни было, это сейчас не важно, потому что выигранная битва только отсрочила неизбежное. Цикл должен продолжаться. Это только начало истории. И давайте начистоту. Она несколько вторична. Феномен первой масс-эффекта в том, что это клише. Вслед и интрига со жнецами, прямым текстом в самом начале игры, раскрывающая причастность этакой мифологической сверхсилы, не подающейся как-то постепенно игроку, а просто за один раз голой фактикой брошенная в лицо, никудышное накручивание мистики вокруг корабля Сарана. В то время, как Шепард ближе к третьей четверти игры догадывается о том, что властелин это жнец, игрок же знает об этом почти с самого начала. И понятно, почему разговор Шепарда с властелином на Авермайре получился таким запоминающимся, потому что ответов в нем не дали, сохранили и накрутили единственные две загадки на всю игру. Зачем все это делали жнецы и откуда они такие дерзкие появились? И оставили с этими вопросами игроков до третьей части. Еще главгад в лице Сарана по большому счету не раскрыт, он просто злой. Единожды упоминаются его душевные метания по поводу утраченного контроля над собой и оттого обидно, ведь чисто стилистически образ крутого бэтгая спектра нарисован хорошо, когда просто смотришь на его модельку и видно, что это бэдэээс готовый драться наравне с протагонистом. Все это дело чуть-чуть потом поправят с выходом книг и парой комиксов, но в игре это все останется по-старому и не все готовы поглощать такой способ расширения вселенной. Однако озвученные претензии выше не являются скелетом игры. Они чуть портят впечатление от истории, но не более. Вся финальная часть игры с поднимающимися ставками сделана хорошо. Мир игры потрясающе прописан. От глобальной угрозы извне с хатоническим привкусом непостижимого до белоснежной цитадели с ее архитектурой отдающей дань ретрофутуризму. Просто офигенно получились напарники Шепарда, которые крадут внимание игрока в каждой сцене, где они есть. И вот это вся их потрясающая лицевая мимика, которая спустя десятилетия смотрится хорошо. И анимация движений с какой-никакой режиссурой во время диалогов. Хотя в некоторых моментах неплохо было бы оторвать одно ухо звукорежиссеру за решение накрутить больше саспенса в сцене. Вообще если говорить в целом первая часть Mass Effect это гибрид на стыке эпох. Это уже не та RPG которая была Baldur's Gate или Neverwinter Knights и это все еще непривычно шутер или экшен. В нем очень много одного и не достает второго. И вот об этом давайте сейчас поговорим. Итак начнем со снов. Кто такие эти биотики инженер и стражу Mass Effect? Пробежимся быстро по каждому. Во-первых, потому что это интересно, а во-вторых, потому что они очень хорошо вписаны в мир игры. А в-третьих, каждый из классов, так или иначе, касается проблемных и спорных моментов первого Mass Effect. Всего классов шесть. Три из них это чистые представители своего дела. И трое гибриды. Солдат. С ним все просто. Это обычный вояка с умением стрелять из всех типов оружия. Пистолет, штурмовая винтовка, дробовик, снайперская винтовка. И то, как филигранно оно раскладывается из маленького компактного устройства, смертоносный ускоритель частиц. Как оно собирается? В прямоугольную коробочку за спиной персонажа. Мммм, футуристическая ганпорна. Но, к сожалению, за красивой оберткой скрывается очень унылая шутерная механика. Из четырех типов пушек, на каждую из них, есть только две модельки с кучей вариантов рекалора. И они все звучат одинаково, они ощущаются одинаково, и побегав с ними полыгры, можно вообще прийти к абсурдному выводу, что оружие в игре только два, это пистолет и дробовик, штурмовая винтовка это пистолет, который быстро стреляет, а снайперка этот дробовик с прицелом. То есть, экспириенс стрельбы тактильно настолько просран, что разница ощутима только в этом. И это утручает, потому что баланс в сражениях смещен в сторону оружия. Умения в игре выполняют лишь вспомогательную функцию, и убить ими сложно. Солдат потому и является скучным классом, что, взяв в руки штурмовую винтовку, он с ней пробежит до самого конца игры. Лишь очень редко, буквально в нескольких геймплейных моментах переключаясь на дробовик или снайперку. Вдобавок, прокачка стволов в навыках у героев дает персонажу, по сути, одни и те же умения. Только для того, чтобы их заполучить, придется тратить драгоценные очки в каждой ветке из четырех типов оружия. А после, столкнуться с тем, что очков на все не хватит, и пойти на компромисс, выбрав пару типов основного оружия для дальнейшей прокачки, бросив на полпути оставшиеся. И это выглядит странно, потому что у солдата, по сути, больше ничего нет, кроме пукалок. Остаются только пассивные умения с активными на поддержку себя любимого во время боя и рессалка для отряда. Какое-то отличие между пушками пытается показать система перегрева, ну, типа, снайперка и дробовик после залпа почти сразу перегреваются, а пистолет со штурмовой ведут долгий огонь по цели. Футуристические стволы за счет эффекта массы позволяют стрелку не заботиться о боеприпасах. Этим игромеханически и, фактически, отпадает необходимость поиска патронов во время боя, но, это важно, боеприпасы не являются бесконечными по лору игры. Вероятно, объяснение принципа работы оружия в этой вселенной подгоняли под складывающийся билд штурмового геймплея, причем объяснить то, почему футуристические вудервафли имеют большой боезапас, сумели намного лучше, чем показать это в игре. В оружие встроен металлический брусок, от которого откалываются микроскопические частицы и выстреливаются через магнитный ускоритель с такой мощью, что могут пробить мишень. И поражающий эффект достигается только благодаря разрывной особенности пули при столкновении с целью, и боезапас в оружии огромен. Это все подвергнется некоторым изменениям в геймплейном и лорном плане в следующей части серии, но все же не является редконом основного принципа работы оружия. Также есть целая плеяда типов патронов, которые предназначены под конкретный тип врага, и подразумевается, что игрок будет их менять в зависимости от ситуации. Эта фишка не только солдафона, все классы могут это делать, только им нафиг это не нужно. Во время боя нет смысла, например, менять патроны с токсичных на дезинтегрирующие против гетов. Оружие и так сносит щиты и так же быстро разбирает тушку противника. Какие-то микроскопические изменения заметны, но они не стоят того, чтобы лезть в инвентарь, искать нужные боеприпасы, тратить на это время. Единственные патроны, которые меняют ощущения от любого типа оружия, фугасные. Они превращают любую пукалку в гаубицу, вбивающую неприятеля в стены и прошибая онова сквозь текстуры. И быстро из такого фугаса не постреляешь. Достаточно будет двух нажатий на спусковой курок, а то и одного, чтобы перегреть пушку. Конечно, есть еще моды, которые дозволено в количестве двух штук установить для сглаживания каких-то недостатков оружия. И, кстати, на броню моды тоже есть. Круто. Да, но залезать в инвентарь игрок по-прежнему будет только когда ему выпадет модификации выше по уровню. Или, ну может быть, еще в моментах, когда будет сражаться против токсичных рахней. А это всего в пару моментах игры. Ну ладно, я тут вроде о классах говорил. Инженер. Это технарь, который дебафает противника. Его навыки завязаны на инструметроне. Это типа такая голографическая штуковина, появляющаяся в момент использования умений. 3D принтер будущего. Инструметроном в мире Mass Effect пользуются все. Это и портативный компьютер, телефон, фонарик и много что еще. Но инженеры используют его на всю катушку. Также, достоянием этого класса, влияющими на правильное составление отряда перед миссией, являются два умения, отвечающие за взлом компьютеров, сундуков и всего, что плохо лежит. В группе Шепарда всегда должен быть технарь, отвечающий за это. В противном случае, львиная доля сундуков с лутом останется запертой на уровнях. А командор будет влачить жалкое существование с крошечным набором кредитов в кошельке. Конечно, есть супер-пупер-омни-гель, взламывающий объекты в обход технических навыков группы. Того только добывается он переработка того самого лута в инвентаре. И большим количеством этой чудо-жижи не запасешься в случае частого пропуска сундуков с добычей. Адепт. Это последствия еще одного проявления нулевого элемента в мире масс-эффект. Когда плод в утробе матери подвергается облучению им, то есть небольшая вероятность, что дитя не умрет в страданиях от раковых опухолей по всему телу, а приобретет способность создавать силой мысли поля массы. Что-то типа телекинеза и толчков-бросков, как у джедаев в «Звездных войнах». Только этот эффект более явно визуализирован и носит конкретное название – биотика. Те счастливчики, кому повезло родиться с этим даром, потом устанавливают себе импланты в голову, чтобы лучше пользоваться своими умениями. И это тоже игра в рулетку, ибо потом есть вероятность в лучшем случае мучиться от головных болей. В худшем – сойти с ума. Лейтенант Оленко, счастливый обладатель импланта версии L2, передает привет со своими постоянными мигренями. А также, еще одним доказательством того, что на расе Азари свет сошел с оклином, является то, что дар биотики у них врожденный. Лороведы предполагают, что и синюшный оттенок кожи у них из-за этого. Как бы там ни было, все жертвы, на которые идет биотик в своем становлении – это достойная цена за те способности, которые он получает. Вытянуть врага из-за укрытия под град пуль, погрузить его в стазис-поле и швырять его повсюду, как тряпичную куклу. Страж. Это очень хороший гибрид адепта с инженером. По сути, идеальный класс, вобравший все самые вкусные умелки от своих родителей. Так раз, за что они ценятся. Но, как капля дегтя в бочке меда, у всех классов, которые позиционируют себя как здешние маги, от такого сравнения им не отвертеться, носят легкую броню. И, что намного критичней, умеют пользоваться только пистолетом. А это пипец. Пукалка, стреляющая всю игру с одним и тем же звуком, надоедает уже на Иден Прайм. Да, можно переключиться на другой вид оружия, зачем-то разработчики это оставили. Но пользоваться им затруднительно, так как навыков для него у класса нету. А в случае с напарниками, всеобщая доступность вооружения вообще поначалу путаницу вносит и сбивает с толку, пока не выучишь, для какого класса какая пушка. Компромиссом в случае огнестрельных проблем стража могут послужить классы разведчика со штурмовиком. Первый – это гибрид солдата с инженером. Второй – солдата с адептом. Первый – получат пистолету еще снайперскую винтовку. Второй – дробовик. По сути своей, эти два класса являются решением в выборе, когда не хочется играть за тупого солдафона, а чистые магические классы угнетают морально. И как бы хочется еще из чего-то стрелять, кроме пистолета. И, наверное, всеобщая проблема гибридных классов – это то, что они ощущаются второстепенными. Это не новые классы, у них нет своей изюминки. Это усредненный вариант, вобравший в себя лучшая биотико-техническая от прародителей и худшая от солдата. Вдобавок, каждый из классов не предлагает какой-то вариативности в прокачке персонажа. Не получится составить хитро-умный билд, не как у всех. На максимальном уровне, несмотря на нехватку очков умений, все равно зачастую будут изучены все скиллы. Ну и что с того, что некоторые из них до конца не будут прокаченными. И то, что от этого они дольше будут восстанавливаться или меньше действовать на персонажа. Класс в любом случае к 60 уровню примет стандартизированный вид. Как я выше сказал, при правильном составлении отряда, все равно будут взяты все необходимые активные и пассивные умения. А оставшиеся – это разменная монета, и они добавляют лишь чуточку комфорта и не влияют на общее ощущение класса героя или напарника. Некоторые умения так вообще можно объединить в одно, так сильно они похожи. Вся эта классовая система вдохновлена Star Wars Котор, а также аллюзию на вселенную Звездных Войн с их возведением в абсолют добра и зла, делает система Парагона Ренегата. И давайте я сразу выделю ее проблему, причем в сиквелах эта самая проблема приумножится. Во время диалога с персонажем, ответы, расположенные сверху, имеют положительный окрас эмоций в реакции Шепарда. Снизу – раздражительно-отрицательный, и чаще всего ведущий к отказу от квеста и какому-нибудь мракобесию. И в некоторые важные моменты для того, чтобы выбрать желаемую реплику, но уже с левой стороны диалогового круга, нужно иметь определенное количество очков Парагона или Ренегата с прокачанными соответствующими умениями у Шепарда. Мир масс-эффекта не делится на добро и зло, а игра заставляет следовать конкретному пути в диалогах. Да, хорошо, проблем никаких нету, когда фигачишь чистого Парагона или Ренегата всю игру. Шепард принимает один архетип поведения, и все смотрится зашибись до самых финальных титров. Но давайте разложим на части систему Парагона с Ренегатом, потому что за этим на самом деле кроется нечто большее. Основа, взятая не из воздуха. Парагон Чистый киношный персонаж. Пожертвует собой, заслонит товарища от пули, решит отпустить террориста и вместо этого кинутся разряжать бомбу у заложников, спася кучу жизней. Но уже в рамках этой вселенной к характеру Шепарда добавляется равенство всех рас в пространстве Цитадели. Человечество лишь часть большой галактической семьи, и со всеми нужно найти общий язык, влезть каждому в голову и быть дипломатичным психоаналитиком, душой компании и сначала говорить, а потом стрелять. А Ренегат это с точностью наоборот. Он, сука, здесь самый важный, а все остальные расходный материал для его миссии. Убьет заложников, убьет террористов, убьет друзей, вернее тех, кто по глупости своей мог подумать, что у Шепарда Ренегата могут быть таковые, убьет все и вся. Человек, вершина эволюции, и все остальные должны починиться, нагнет всю галактику, а несогласных истребит без доли сожаления. Профессионал дела. А еще маньяк и ксенофоб. И теперь смотрите. Проблем никаких нет, когда придерживаешься одного архитипа поведения. Но если вдруг, в какой-то момент игры, захочется в разговоре с персонажем ответить репликой, которая находится не с той стороны диалогового окна, который старался придерживаться всю игру, то Шепарда на глазах перемкнет, и эффект будет, мягко говоря, неожиданным. Поведение Парагона и Ренегата взаимоисключающие, рубящие возможность отыгрывать персонажа со сложными моральными выборами. Ренегат почти всегда сведет разговор к перестрелке. Парагон постарается максимально спокойным голосом выйти из патовой ситуации, никого не убив. И такие моменты, когда хочется выбрать другой ответ в игре за отвратительно положительного Парагона или ушибленного Ренегата, они есть. Не так, чтобы много, но бывает, когда смотришь на варианты предлагаемых реплик, и хочется придушить Шепарда за то, что он писец какой правильный, или наоборот, мразота. Конечно, возведение в абсолют какой-то одной морали только у игрока в голове. Я лишь говорю о том, что такие разные психотипы в одном человеке навряд ли могут ужиться вместе. Только если индивид не страдает биполярным расстройством с раздвоением личности. Но постойте, что это посередине? Еще один вариант в диалогах с каким-то новым архетипом поведения? Ну-ка. И знаете, если начинать говорить о каком-то каноническом персонаже, которого задумывали разработчики с самого начала, как, например, предустановка профиля Шепарда перед стартом игры, уже с выбранным классом солдата, биографией, его прошлым, то именно варианты ответов, зажатые между парагоном и ренегатом, наиболее удачно передают поведение солдата. Не класса солдата, а солдата альянса, звездного десантника, нормального волевого человека без каких-либо перекосов от негодяя и героя, который краток, адекватно реагирует, взвешивая ситуацию, и по сути, если точно так же бездумно следовать всю игру этому варианту реплик, то Шепард сам будет выбирать, когда убить человека или сжалиться. То есть диалоги с этим вариантом внутри себя уже прописаны с каким-то одним выбором, и он варьируется. Шепарда не переклинит резко от маньяка к герою. Все смотрится органично. Но такой вариант не прокатит. Как уже сказал, игра заточена на систему злой-доброй. И когда игрок будет выбирать середины вариант реплик, то Шепарду очки Парагона с Ренегатом будут хаотично от раза к разу начисляться, если вообще будут, и в итоге не достигнут нужного количества для комфортного геймплея. Да и для того, чтобы пользоваться репликами Ренегата с Парагоном, нужны будут очки умений для их прокачки, которые даются только за повышение уровня Шепарда, а их есть на что потратить кроме этого. Ну и в моменты, когда реплика Ренегата или Парагона активна, ее лучше выбирать, потому что это ведет к наилучшему завершению квеста. Ну вот и получается, что персонажа в сером с одним характером на всю игру можно отыгрывать, только в большинстве случаев, а от реплик, ведущих к наилучшему завершению диалога, придется отказаться. Ну и конечно, то, что я сказал про середину варианта реплик, это натягивание пыжика на инструментрон. И разработчики вкладывали во все это намного меньше смысла. К сожалению. А еще, когда игра вышла, не всем зашла круговая система с выбором в диалогах. Жаловались на то, что Шепард порой совершает действия, которые никак невозможно было предугадать. И вот на примере, когда просто хочешь быть мил собеседником противоположного пола, может получиться так, что это выведет отношение к чему-то большему, что может стать сюрпризом для игрока. Для мужского и женского персонажа есть два варианта, с кем крутить романы. Ляра универсал и подходит для обоих. Вспоминаем, что я говорил про ее расу. И с ней так раз этот переход более ярко выражен. Тут не промахнешься с вариантом. А вот с Кайденом и Эшли... Та самая грань очень расплывчата. И довести ситуацию до любовного треугольника, как нефиг делать. Причем, когда познакомишься с персонажами, видны варианты половинок по ту или иную по стась Шепарда. Эшли — ксенофоб. Она даже может вмешаться в диалог и убить Рекса на Вермайере. Идеальная половинка для Ренегата. Характер Кайдена как-то больше смещен в сторону Парагона. Но опять-таки, он будет вести себя как скотина по отношению к Лиаре. Ну а Азари точно идет синий цвет, характерный доброму Шепарду. И вообще, кому эти отношения нужны, когда в команде есть настоящие братаны Гару с Рексом? А лучшие девушки на Нормандии не интересны все эти романтические глупости. beast. Набегавшись и поговорив со всеми, наконец открываешь карту галактики, а там... Какой же это кайф! В этот момент включается спокойная музыка и... ЧИИИИЛВ! Отдаляешь карту до масштаба Млечного Пути, и вот это чувство космического путешествия! Так, стоп, что к чему? Перед Шепардом стоит три задачи. Это найти матриарха Бенезию на Наверии, отбить атаку гетов на Ферресе, и оказывается, у Бенезии есть дочь, доктор Леара Тессони, которая копается где-то в скоплении Тау Артемиды в поисках портянских руин. Но никто не гонит командера вперед, и можно начать уже пылесосить галактику в поиске всяких ништяков. И хотя сей процесс может скатиться в обычный гринд, но давайте по существу. Квесты Шепарду будут накидывать тут и там, на планетах, на Цитадели, Альянс, про командера не будет забывать, периодически вещая голосом адмирала Хакета по интеркому, и во всем этом можно утонуть. Сначала Нормадия через ретранслятор прыгает к точке назначения, и игроку открывается вид на местное скопление с несколькими в ней звездными системами. На всю игру их 27, с планетами, на которые можно высаживаться на МАКО. Стильном, шестиколесном, боевом чудо-вездеходе Альянса. Чудесность его заключается в том, что едешь ты такой по ухабам, прыгаешь через кратеры, звездное небо над головой задает настроение, а потом херак, игровая физика выходит погулять, и МАКО кубарем катится со скалы вниз, руша весь настрой на реализм. Происходит это из-за ошибки задней пары колес, которые крутятся быстрее остальных, в момент, когда вездеход начинает прыгать по ухабам. И такие выкрутасы придется наблюдать часто. Поверхность планеты редко бывает ровной. Как правило, нужно взбираться за знаком вопроса на отвесную скалу. Набор точек интереса на всех планетах предельно уныл своим однообразием. Заниматься придется сбором ресурсов, взламывать упавшие с орбиты спутники, еще собирать всякие артефакты и воевать с гигантскими червями. До великих червей с дюной им далеко, но они поражают другим. Скучной механикой боя с ними. Вообще, это претензия скорее к общей механике боя на МАКО. С червями же АК-молотильщиками, сама арена, на которой происходит бой, не рассчитана на активное катание по ней, и по косплеить дорогу ярости не дадут. Нет, конечно, можно наяривать круги вокруг вражины, изображая бурную деятельность, но в случае с молотильщиком, можно просто занять одну позицию, вот этот холмик, из которого червяк не выползает, а спавнится чуть подальше, и ездить легонько взапперед, уворачиваясь от его плевков. И так во всем. С МАКО самая верная тактика занять возвышенность и стрелять также потихоньку катаясь. С исследованием планет связан еще один жирный минус, это одинаковые аванпосты. И вдобавок, к их однообразию, добавляются тупые противники. Сейчас, вроде нужно бы сказать, как проходит бой, как нужно прятаться за укрытиями, пользоваться тактической паузой и вовремя применять умения. Но вся эта механика такая угловатая и аляповатая, что самым верным способом зачистить помещение будет прямой штурм с переходом на рукопашную. Смотрите, никто не списывает со счетов все умения персонажа, позволяющие по тактону раскидывать врагов. Они нужны, важны и в ряде ситуаций очень сильно выручают. Но когда Шепард с группой начинает штурм, как это выглядит? Компьютерные вражеские баллончики стоят спокойно. После того, как раздается первый выстрел, начинают судорожно бегать, изображая активную деятельность спами однотипной фразы «I will destroy you» и за территорию своей комнаты, чаще всего, не могут выйти. Они будут прожимать все свои умения, стрелять, а в это время подразумевается, что игрок должен завести группу в это осиное гнездо. И, наверное, получить люлей в миг. Как только нога Шепарда шагнет в ареал обитания противника, все болванчики, кроме снайперов, пойдут на сближение. И ни о какой тактике в этот момент вообще говорить не приходится. Отбившись от первой волны, пустив перезарядку все доступные умения, Шепард с напарниками начинает танцевать вокруг ящиков до победного конца. Можно пустить самого крепкого сопартица в толпу, как приманку, но это такая себе тактика. Он отлетит после первых нескольких забежавших за его укрытие врагов, и на этом все стратегическое наступление закончится. Потому что напарники тоже тупые. Или же игрок делает первый выстрел и остается у входа помещения, в котором... Его ждут уже переполошенные враги. Следом... Начинается методичное отстреливание мишеней в тире. А это долго. И если уровень сложности позволяет, то самое верное действовать так же как NPC. Бегать по арене как безголовая курица. Собственно финальное сражение с Сароном ярчайший пример того, что вся эта система с укрытиями нафиг не уперлась. Бой как бы подразумевает, что укрытие нужно будет менять, так как враг скачет по всей карте и легко может запрыгнуть за спину отряда. Но зачем это делать, когда можно просто постоянно быть в движении, непрерывно обстреливая противника. И это по сути ломает механику сражения, потому что Сарен ничего не может сделать с постоянно бегающим Шепардом. Даже на максимальном уровне сложности. Кстати, сначала доступно только три уровня легкости игры. Остальные два открываются после выполнения ачивок, о которых отдельно нужно поговорить, потому что это та еще вакханалия. Так вот эти первые три уровня, в принципе, так же позволяют спокойно забить на систему укрытий и вообще на тот стратегический геймплей с паузами, вокруг которого построена вся боевая часть. Ситуация еще больше упрощается, когда Шепард с группой одевается в мастхэв экипировку и тогда это превращается в кромешный фарс. Тем более, что враги не скалируются с уровнем персонажа. Они скалируются от уровня сложности игры и даже тогда какой-то вызов могут бросить только в самом начале приключений. А дальше все то же самое. Это не так удручающе выглядит на сюжетных миссиях, там дизайн полей боя и расстановка врагов намного лучше. Так, что даже все начинает работать, как запланировали разработчики. Хотя, опять же, не всегда. Но в песочнице открытого мира вообще все рушится. Хотя бы немножко поумнее врагов и больше вариации архитектуры ванпостов. Получается, какой из вышеуказанных элементов игры не возьмешь, он работает криво. Некоторые вещи неплохо чувствуются на безумном, наивысшем уровне сложности. И поверьте, это не я, Трайхард. Безумного там мало. Шепард на подходе к 50 уровню уже уделывает там все и вся со своей группой. Хотя, этот безумный уровень уже заставляет пользоваться укрытиями. В играх часто баланс уровней сложности во время разработки проводят от сложного к легкому. Хотя бы путем скалирования урона врагов и количества их здоровья. Так вот, тут BioWare похоже увлеклась, потому что вся шутерная часть такая перебалансированная и неправильно работающая на первых трех уровнях сложности. И еще беда в том, для того, чтобы открыть два последних уровня, которые передают правильный экспириенс, придется один раз полностью пройти игру. При этом опробовав все механики, составив не самое лучшее мнение о них. А во второй забег, мешающими граблями, будут однотипные локации, задания на зачистку и убогий менеджмент лута. Которого излишне много. Он сыпется отовсюду и забивает инвентарь так, что потом игрок минуту сидит и перерабатывает его в унигель. Ну или продает вендору, что намного быстрее, и после этого моментально становится оружейным бароном с кучей кредитов на счету. Правда ненадолго, до нескольких покупок мастхэв пушек, достающихся только у торговца. А также на безумном уровне сложности вылезет проблема пилотирования МАКО. Когда крупнокалиберное орудие транспортника просто перестанет наносить существенный урон большим целям. А самых маленьких будет пинать по всей карте как мячик, не способный уничтожить с одного залпа. И уже это начинает наводить на мысли о прокачке МАКО на безумном уровне сложности. Потому что без того унылые перестрелки становятся еще унылей. И вот подытоживая все это, что получается? Разрабы собрали геймплей, который функционирует, но хромает на одну ногу. Если вся RPG-шная часть выглядит хорошо, то шутерная страдает угловатостью и недоделанностью. И это понятно. BioWave впервые попыталась реализовать систему шутера с укрытиями. Ей просто не хватило опыта. Она взяла чужую механику на минуточку из игры, которая полностью оголтелый шутер и скрестила с RPG. И первый блин оказался комом. Ко всему этому можно привыкнуть и даже получить удовольствие, хотя бы в прогрессии персонажа и ощущением того, как с этим бои становятся легче. Все это сообща как-то работает, но как будто сама игра сопротивляется шутерной механике, говоря про себя. Я RPG! В меня нужно играть, подбирая правильные статы, грамотно прокачивать персонажа, отыгрывать его, а не вот эти вот пострелушки. Но если же получается войти в стезю, что задает игра, то миришься с простой механикой боя, с этим невзрачным гамплеем, с однотипными аванпостами и даже как-то начинаешь оправдывать их у себя в голове что ли. Они же почти все расположены на планетах с агрессивной средой. Может быть они имеют такой вид из типового способа развертки какого-то шаблона, предназначенного для планет с плохим уровнем жизни. Хотя в это сложно поверить, что на всю галактику есть только две схемы строительства наземных баз. И тут на самом деле причина несколько банальна и заключается в особенности движка игры и ограничениях объема памяти DVD диска. Нужно было много контента для песочницы в открытом космосе и его сделали в ущерб разнообразию. Куча однотипных баз и шахт это вынужденная мера, чтобы в описании игры красовалась надпись 27 планет, доступных для изучения. Собственно часть из них тоже одинаковые и отличаются только выкрученным до упора светофильтром. Но как самородок, как глоток свежего воздуха в песочнице открытого космоса, есть парочка мест, которые разнообразят исследования и вводят в игру капельку космического хоррора. В нескольких системах можно наткнуться на мертвые, дрейфующие грузовые суда среди звезд с бесследно исчезнувшим экипажем. Или не совсем. В такие моменты игра сжимает игроку генераторы кинетических барьеров и загоняет в тесные коридоры зомби. И слава хаскам, что таких мест в игре немного, от этого они лучше запоминаются, хотя они такие же однотипные. И внезапно дизайн помещений и сражений среди нагроможденных ящиков начинает играть другими красками. Когда резко взявшиеся из-за угла враги прут волной на героя, это генерирует гамму эмоций у игрока. И попав в следующий раз на подобную локацию, понимаешь, что тебя ждет максимально некомфортная игра в коридорах, куда совсем не хочется идти. Ведь в космосе никто не услышит твоих криков. Конечно, для не особо впечатлительных все это может показаться такой себе игрой на нервах. Тут все же другой жанр. Так раз разработчики больше заигрывают с эффектом гнетущей пустоты и неожиданностями, выскакивающими на Шепарда. Все сайды рано или поздно закончатся и упрутся в рамки продвижения героя по сюжету, с прохождением которого будут открываться новые звездные системы, в том числе в старых местах, где игрок уже побывал. И если хорошо развита зрительная память, то проблема с поиском новых мест, где не ступала нога Шепарда, не должно возникнуть. Потому что игра никак не помогает с отслеживанием эксплоринга галактики и запутаться в том, где находится та нужная система по квесту, как нефиг делать. Но сама галактическая карта с исследованием космических объектов, как же это круто сделано. Когда подлетаешь к планете и тебе вводится сводка информации о ней, по сути ненужная фигня, но влияющая на погружение. Блин, да эта игра самый лучший научпоповский проводник в мире астрономии. Когда открываешь вкладку планеты и тебе вот тут сбоку все лаконично расписано, почему она так выглядит, что там на ней произошло. Этим заниматься интересно, хотя бы поначалу. Дальше, если это и надоедает, то никто не заставляет все это читать и ограничиться можно выполнением контекстного действия с орбиты планеты, когда оно есть. Кстати, вот эти моменты прям отдают каким-то духом ДНДшности, когда текстом тебе вводится информация, что кто-то там, что-то там сделал, полетел, нашел, взломал. Рассказывают тем самым краткую мини-историю. Не хватает только пробрасывания игральных костей за кадром на успех действия. Шепарду придется побывать на четырех планетах для того, чтобы найти путь к финальной Айласу. И проходить их можно в любом порядке. Все персонажи будут говорить разные вещи на планерке после миссии, подстраиваясь под ту информацию, которая им известна на текущий момент. И после нескольких прохождений игры может возникнуть чувство, что разработчики вводят геймера за нос. Все дело в протеанском шифре. Только три планеты из четырех дают информацию о канале Айласе. На Наверии Бенезе передает координаторы транслятора массы, но пока неизвестно где искать канал. Плененная Торианином Азарька с Ферроса дает понимание протеанского шифра, после чего видение перестает быть угрозой для эпилептиков. Алиара после спасения Стерома, слившись со знанием с Шепардом, опираясь на свои знания о протеан и то, что уже знает Шепард, понимает, где находится Айлас. Закрепили. А теперь вся эта последовательность может идти нахер из-за долбанного маяка на Вермайере. Потому что он вообще не вписывается сюда. Видение в нем снова прерывистое, и оно не влияет ни на что. Да, на самом Вермайере произошло много всякого важного, и язык не повернется назвать эту планету филерной. Но выкинь ее из списка задач, и в главном квесте Шепарда ничего не поменяется. Разве что оба людских напарника останутся в живых. И я бьюсь об заклад, что изначально нелинейности в прохождении мейн-квеста не было. Потому что если вернуться ко старту приключений Коммандера, то камон, цепочка из планет сама теперь выстраивается. Ибо кому не захочется сначала открыть единственного недоступного персонажа в списке напарников, а потом полететь вместе с ней на Наверию и знакомиться с ее матерью. И неожиданно по окончанию миссии сработает скрипт завершения двух сюжетных планет, выдающий Шепарду задание от совета разбомбить лабораторию Сарана со всеми его секретами, кроганами и долбанным маяком. И последним, как вишенка на торте, будет Феррес, его полным, информативным, логически цельным роликом, собранным из того, что Шепард видел ранее. А теперь скажите мне, на кой черт все это? Зачем разрывать логическую последовательность из планет, если это ни на что не влияет? Дать игроку мнительное чувство выбора? Загрузить актеров, чтобы они больше вариантов реплика звучали? Что? И знаете, что самое забавное? В начале второй части Mass Effect в ретроспективном комиксе, в котором пересказываются все важные события из первой части, момент с Ферросом и Торианином вообще не упомянули. Короче, не знаю, я это все раскопал, а выводы делайте сами. Также после прохождения игры могут возникнуть вопросы к логике изначального замысла властелина. Зачем нужны были поиски обходного пути в сердце Цитадели, когда в подчинении есть спектр с полным доступом? Сомневаюсь, что перед Сароном мог кто-то стать на пути и не дать спокойно пройти нажать пару кнопочек на консоли. Хотя нам с человеческой точки зрения, наверное, неправильно искать логику в поведении машины, которая так и говорит на Вермайре, что ее действия за гранью понимания органиков. И забегая чуть вперед, потом выяснится в следующей части серии, что властелин планировал атаку долго, подготавливал галактику к вторжению и разжигал конфликты, дергая за ниточки и с тени. Война с Рахни тому в подтверждение. Жнец просто натравил скоробченных жуков на всю галактику и сидел довольно потирая лапки. И вообще на большую часть несостыковок и возникающих вопросов у игрока, в конце концов, ответы найдутся в кодексе. На крайний случай домыслы из подчеркнутой оттуда информации. Все то, что придумал Дрюк Арпишин и другие писатели, вынесли во внутриигровой альманах, сделав шикарнейший подгон для всех любителей лора. Читая кодекс, становится видно, с каким кропотливым подходом создатели отнеслись к наполнению этого мира. И черт возьми, в него веришь, что где-то там, среди звезд, на самом деле, есть разумная жизнь. И нужно только дождаться 2148 года, когда человечество разыщет протеанские руины на Марсе и освоит технологии эффекта массы. BioWare, по сути, не придумала что-то новое для покорения космоса в своей новой вселенной. Она предложила еще один научно-фантастический подход к путешествии по галактике. Ведь для того, чтобы объекту двигаться со скоростью света, у него не должно быть массы. Все технологии из мира масс-эффекта настолько реальные, с научной точки зрения уже объяснены, и в то же время в техническом плане это только фантастика. Зачистив все планеты, в первопрохождении и выполнив все сайд-квесты, максимального 60-го уровня достигнуть не получится. А желание посмотреть варианты, что бы там такое отчебучил ренегат в том месте, где я ответил вот так, останется. Если до этого момента вы не заметили, я в пересказе сюжета описывал в основном действия парагонного шепарда. Поэтому, сейчас заряжаем новую игру плюс и вперед докачиваться. Но давайте вспомним, кто такой ренегат. Потому что, если следовать этому пути, то по полной, даже в ущерб экспириансу. Главное, шепард ренегат ксенофоб. А это значит, что когда игра дойдет от стадели после иден прайма, в команду не попадут гарус с рексом. Но сюжетом от этого не отвертеться. Все равно в напарники запихнут талии, а после и лиару. То бишь, уже какой-то неправильный ренегат получается. Можно, конечно, отыгрываться за это гнобя грязных пришельцев в разговорах. Но все равно, осадочек того, что ксенофоб топчет по лобу Нормандии, останется. Потом вспоминаем, что шепард ренегат ставит миссию превыше всего. А это значит, все умрут. Умрет царица Рахни. Умер бы Рекс на Вермаре, если бы его взяли в команду. Умрет Азарь, каплененная Тарианином. И это не говорю про побочки и второстепенных персонажей. Тогда смертей будет еще больше. И, конечно, нужно придерживаться максимально мудацких решений. Заключить договор с коррумпированным директором на наверие, вместо того, чтобы сдать его легавым. Хотя в этом квесте есть еще столь же отбитые варианты. Убить всех жертв Тарианином, вместо того, чтобы усыпить. Сказать Андерсону, чтобы необоснованно рисковал жизнью, когда шепард будет угонять Нормандию в эпилоге. Направить флот Альянса, атаковать властелина в финальной битве, дав тем самым совета погибнуть. И сделать Удину советником в финале. И тогда медаль «Лучший звездный мудак» по праву достается Шепарду. Зато броня колосса как раз. Но тут вдруг накатывает чувство недосказанности, что не все варианты в диалогах перепробованы. И тогда создается совершенно новый профиль Шепарда с другим классом биографии, что самое главное, Шепард теперь женщина. И учитывая, что игрок уже тертый калач, знает все механики, и ему после двух прохождений становится доступен максимальный уровень сложности, чтобы теперь уже по хардкору, чтобы вспомнить, как на Иден Прайм на начальных уровнях прицел шатал во все стороны, и на сей раз обнаружить, что враги могут убить командера. Это, конечно, все для искушенных манчкинов, но игра по-прежнему может подкинуть что-то новое. Те же самые ачивки, встроенные в игру, и при всем желании за два прохождения их не выполнить. Одни из самых дурацких – пройти большую часть игры с одними и теми же напарниками в команде. И ладно, если это любимые напарники, а не Кайден Оленко. Но некоторые ачивки позволяют сгладить углы неидеального геймплея. Каждая из них после выполнения дает какой-то бонус. Например, при создании нового персонажа добавить умение пользоваться штурмовой винтовкой АДЕПТУ. И тогда проблема этого класса с одним доступным типом вооружения отпадет. Или солдата научить техническим навыкам, чтобы обездвиживать противника. Короче, к чему весь этот спич? Нету какого-то однозначно правильного прохождения. У каждого игрока оно свое, у Ренегата может быть полный винегрет из пришельцев в Нормандии. А у Парагона полный шкаф скелетов с неотпарагоненными вариантами в квестах. Мир не идеален. Развлекайся, твори фигню, разбивай сердца, бери все и не отдавай ничего. Для кого разработчики прописывали всю эту вариативность? И на первый раз можно закрыть глаза на кривые пострелушки с открытым миром. Потому что во всем остальном – это крепко сбитый экшен. С классной историей и постановкой. И вот, наконец, пройдя игру не один раз, оценив все варианты диалогов и прочувствовав все грани поведения командера, можно обнаружить два совпадения. И нащупать след, откуда взялись архетипы характера Шепарда, чью историю изначально хотел рассказывать Дрю Карпишин, а после сделал приквелом к событиям Масс Эффекта. Это истории капитана Дэвида Андерсона и Спектора Сарана Артериуса. Но я лукавлю, потому что для полного понимания архетипов поведения этих двоих есть целая книга, написанная Мэтром. Когда Андерсон был еще молод и только закончил обучение по программе Н7, началась война Первого Контакта, зародившая ксенофобские отношения двух раз на долгие годы. Пускай на фоне других войн, которые знал Млечный Путь, конфликт с турианцами продлился недолго, но он повлиял на Сарана. В этой войне погиб его брат, и с тех пор Саран не мог простить людям это. Судьба пересечет его пути с Андерсоном через много лет, и в этом будет замешан властелин. Однажды один очень богатый батареанский торгаш по имени Эден Хадах в поисках ценных ресурсов случайно найдет спящего жнеца на орбите планеты в системе Вуаля Персея, которая принадлежит Гетам. Для понимания находки, что это вообще такое, он привлечет к работе ученого из Альянса, доктора Шу Чаня, который специализировался на искусственном интеллекте. Но даже спящий жнец способен сводить органиков с ума. Ученый постепенно лишался рассудка, не мог думать ни о чем, кроме экспериментов над искусственным интеллектом. В один момент его одержимость стала пугающей, привлекающей ненужное внимание. Все бы ничего, но проблема заключалась в том, что эксперименты он проводил на исследовательской базе Альянса, где официально работал. Нужно было как-то избавиться от этого груза. Более того, исчезнуть и дальше предаваться своей одержимости. Тогда он решил имитировать свою смерть. Батарианским торговцам были наняты бандиты для атаки на базу под видом рейдерского налета и уничтожение ее взрывом бомбы, чтобы трупы невозможно было распознать. Но не все пошло по плану. Патрульный корабль Альянса засек сигнал бедствия и отправил штурмовой отряд выяснять, в чем дело. Командиром отряда был Дэвид Андерсон. База в конечном итоге взорвалась. Да так, что Андерсон с командой еле унес ноги. Никто из местных работников не выжил. По крайней мере по официальному отчету Альянса. Потому что одна женщина по имени Калли Сандерс по странным обстоятельствам покинула базу за день до нападения. И Андерсона отправляют ее искать. Я опущу подробности всех перипетий. Дэвид найдет Калли с доказательной информацией о том, что доктор Шуб проводил запрещенные эксперименты в области искусственного интеллекта. Но эта же информация попадет к Сарену. И он посчитает своим долгом уведомить об этом совет. Путем переговоров посол людей на Цтедели сумеет вывернуть все дело так, чтобы кандидатуру Андерсона выдвинули на рассмотрение в спектры. А курировать его в этом деле представили Сарена. Контрольной миссией стал не совсем аккуратный штурм завода Эдена Хаддаха со спасением Калли Сандерс, которую захватили в плен по просьбе доктора Шуб для того, чтобы у него появились ассистенты в исследованиях. Если Андерсон выполнил свою часть операции тихо, спас Калли и вывел с территории завода, то Сарен перебил бандитов не особо церемонии со скрытностью, убил доктора Шуб с батарианцем Эденом, а после расхерачил весь завод, поставив под взрыв местных работников с их семьями, которые жили неподалеку. Естественно, никто не выжил. И, конечно, Совет поверил Спектру, что Андерсон – причина всех этих разрушений, после чего кандидатуру Дэвида отвергли. С тех пор его пути со Спектром не пересекались, до злосчастных событий на Эден Прайм. Но это не конец книги, потому что Сарен у доктора Шу забрал чемоданчик с координатами властелина и скрыл это от Совета. После этого что-то о деятельности будущего предателя сказать сложно. След теряется на долгие годы. Но мы-то знаем, почему всё в итоге пришло. Есть ещё парочка моментов в книге, говорящих о личностях главных героев. Андерсона давайте отпустим, потому что к его профилю парагонного рыцаря на белом коне добавить больше нечего. А вот Сареном поинтереснее. О Калле Сандерс он узнал случайно, выслеживая бандитскую группировку синих светил. И то, как он расправился с ними, говорит в первую очередь о нём, как о хладнокровном профессионале, жестоко карающем всех, кто приступил закон. Даже представителей своей расы. Чуть позже он спасёт человеческую женщину в борделе, которую хотел пытать батареанец. А после спасёт Дэвида Скалли от крогана батл-мастера. Да, конечно, Сареном двигали сугубо прагматичные мотивы. А ближе к концу книги так вообще он собственноручно доведёт до смерти раненую батареанку. И отступая от материала книги, даже несмотря на пагубное влияние властелина после того, как Сарен его обнаружил, он ещё какое-то время был сам себе хозяином. И даже успел подружиться и стать наставником Найлусу. А после рекомендовал его в спектры. И предательское убийство на Иден Прайм, наверное, придавало какой-то драматичности, если бы Сарен не был ренегатом. И вообще прислушайтесь. Очень хорошо борьбу Сарена с одурманиванием властелина показывает его саундтрек. В нём нет сомнений. Он твёрд и мрачен. Так же, как Сарен. Павший спектр уже давно находится под влиянием древней машины. И стал идеальным инструментом её воли. Но ещё не полностью. Перед забвением у Сарена будет короткий миг слабости. Его разум прояснится. В нём появятся сомнения. Придёт осознание того ужаса, что он натворил. Родится крохотная надежда, что ещё не поздно всё изменить. И как вдруг все мысли обрываются и оборачиваются лишь болью в голове. Жнец уже не отдаст свою игрушку. Сарен проиграл. Теперь он предвестник гибели всех органиков. Он жнец воплоти. Так, что касается архетипов характера Шепарда. Такой выстроенный базис имеет смысл. Потому что изначально в планах у разработчиков было, чтобы Шепард, выбравший путь Ренегата, занял бы место мятежного спектра под контролем Властелина. Зачатки этой идеи остались в игре. Сарен говорит в одном из диалогов, чтобы Шепард присоединялся к нему. Только с таким вариантом концовки продолжение истории делать уже сложней. Хотя могли бы оставить как тупиковый проигрышный вариант. Но от идеи отказались. Ещё на этапе концепта. И помните об одной из четырёх задач во время разработки. Та, что про онлайн составляющую и торговлю между игроками. И я просто не могу не упомянуть про это. И некоторые совпадения, которые остались в финальном билде игры. Хотя это всё так же натягивание пыжика на инструментрон. То, что командору сыпятся тонны лута, это не просто так. Ведь в игре очень много оружия и брони, невостребованной, которая проходит мимо игрока и служит просто наполнением пула шмоток. Да, пускай самое лучшее оружие покупается, но самая крутая броня колосса выбивается. И выпасть она может откуда угодно, благодаря великому и ужасному канадскому рандому. Вдобавок, характерной чертой какого-нибудь лутер-шутера является постоянная погоня за лучшей экипировкой. И Шепарду на поздних этапах игры начнут попадаться вещи, которые имеют одинаковое название и уровень. Но отличаться они будут по характеристикам. И теперь представьте, что я говорю не про синглплеерную Mass Effect, а про Диабло или какой-нибудь ММО. Всё, оставляем пыжика в покое. Что же касается Дэвида Андерсона и Сарана Артериуса, история первого не закончится на этой книге. Он останется одним из главных героев до самого конца, как и хотел Дрю Карпишин. А про второго... ну... Теперь я думаю, вы чуточку лучше понимаете, кто же такой Саран. Что личность Мятежного Спектра на самом-то деле раскрывается через путь Ренегата. И хотя концовка с переходом Шепарда на сторону Жнецов осталась не у дел, но кем в итоге стал Шепард? Ведь сражаясь с монстром, сам становишься чудовищем. Кем тебя запомнят после этого? Героем или палачом? Командеру только предстоит пройти весь тот путь, через который прошёл Саран, будучи Спектром. И всё же история предателя подошла к концу. И в дальнейшем будут лишь небольшие дополнения к его прошлому. Первое дополнение из самого важного вводила во вселенную игры – расу батареанцев. До этого про них никто не слышал, и стало неожиданностью встретить новую расу в филерном дополнении. Остальная же его часть состояла из заигрывания со старыми механиками, такими как покатушки на мака с зачисткой аванпостов. Сюжет рассказывал, как террористы захватили астероид и направили его в сторону человеческой колонии. И как бы это ни было парадоксально, вот это всё лучшая демонстрация того, чем можно было бы заниматься на планетах в основной игре. Карта наполнена событиями, сложность боёв значительно выше, и это прям ощущается на маку и внутри аванпостов. Хотя они такие же однообразные. Это первое дополнение из двух. А второе, наверное, могло приглянуться только тем, кто коротал время в ожидании новой части Mass Effect. И то уж лучше основной сюжет пройти ещё раз. Дополнение из себя представляет тренировочную арену с четырьмя режимами. Спорное решение, если учесть, что акцент прям делается на несовершенной системе боя и тупом искусственном интеллекте, норовящем задавить числом. И как-то не верится, что боевая могла навалить такое, по крайней мере на то время. Ну, они и не наваливали, это сделала посторонняя наёмная студия, которая вдобавок занималась портированием первой части Mass Effect на ПК. За это спасибо, за это жмём руку. А ещё за переработанный интерфейс группы, переделанную мини-игру по взлому ящиков, более чёткие текстурки и приклеенный лейбл своей компании на титульный экран, оставив ПК-бояр после первого включения игры с вопросом, а это вообще кто? Но их работа не прошла даром. Боевая реализует в третьей части кое-какие наработки из второго дополнения. И сделает это намного лучше каких-то там демиургов. То, какой резонанс в 2007 году произвела Mass Effect на старте, гарантировало скорый выход продолжения. Игроки с головой погрузились в новую вселенную, остались в восторге от сюжета и моментально влюбились в колоритных персонажей. Да, не обошлось без изъянов, но сейчас, спустя столько лет после выхода игры, можно точно сказать, что у BioWare всё получилось. Ведь главной задачей стояло запустить собственную франшизу. И в завершении, вот вам моё откровение. На самом деле, это не история серии. Для простого понимания и восприятия ролика, пускай он носит это клеймо. Вот только история серии накладывает некоторые особенности в повествовании. Нужно абстрагироваться от собственных впечатлений от игры и быть непредвзятым. А я не могу так поступить. В моей жизни Mass Effect сыграла очень большую роль. И по-прежнему играет, занимая отдельное место в моём сердце. И вот вам ещё небольшая история из прошлого. Давно, в 2010 году, когда уже вышла вторая часть, я пришёл в магазин купить диск с первой частью Mass Effect. Так получилось, что до того момента у меня не было диска, и я решил пополнить свою коллекцию в физической версии игры. Зайдя внутрь магазина, я долго её искал и подошёл к консультанту с просьбой помочь мне. Парень лет 28, худой как смерть и с едва заметной бородкой на лице, ответил на мою просьбу презрительным взглядом, полным чувством собственного превосходства. «Пф, Mass Effect. Да, у нас есть Mass Effect. Ты уверен, что он тебе нужен?» Я ответил стеснительным кивком головы, и он отвёл меня к ряду с едва заметной вывеской «RPG». Уходя, консультант снова на меня посмотрел, так же как в первый раз, и изрёк на прощание. Что вы все в нём нашли, не понимаю. Лучше бы Baldur's Gate купил. На тот момент я ещё не знал об этой классике ролевых игр, и даже представить не мог, что BioWare тоже причастна к её созданию. Этот случай и всё то, что сказал мне консультант, запали в душу, как видите, надолго. Для каждого поколения есть своё любимое произведение, увлечение, фильм, игра. Когда-то отдушиной для фанатов космической фантастики был «Звёздный путь» на экранах телевизора. Потом мир разорвался от первой трилогии «Звёздных войн». Затем ближе к миллениуму вышли сериалы «Звёздные врата» и «Вавилон 5». Mass Effect не только для меня стала культовым преемником этой эстафеты. Да, уже после 2000-х годов выходили игры по «Звёздным войнам». Была Star Wars Co-Tor. Крепкие игры по франшизе, у которой уже были миллионы фанатов по всему миру. Но для меня и других в начале нового тысячелетия «Звёздными войнами» стала Mass Effect. Нашим звёздным путём и звёздными вратами. Представлением инопланетной красоты стали не Твилеечки, а Азари. Концепции путешествия между звёздами не врата, а ретрансляторы массы. И то, что космическим кораблём командует не капитан, а командер на все времена Шепард. Я люблю первую часть Mass Effect. Люблю её за лор, за сюжет, за постановку и за все её огрехи. А за что её любите вы? И знаете, что самое обидное в моей истории? Что тот диск, который я купил с первой частью, оказался золотым изданием с полной русской локализацией. О которой лучше много не говорить и забыть, ибо то, что изрыгнула из себя студия Snowball, обозвать можно чем угодно, но не официальным переводом. Когда после английской, оригинальной озвучки, с тщательно подобранными голосами персонажей тебе вливают в уши, это с первых минут игры, ну, кого-то хочется в этот момент ненавидеть. Вот он. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Когда в первом же диалоге Джокер с Кайденом начинают говорить одним и тем же голосом, это непозволительно для такой игры. Да, в оригинальной озвучке тоже есть сцена, где Марк Мира, актёр, подаривший голос Шепарду, разговаривает сам с собой, но это всего один раз. И это, чёрт подери, офигенная пасхалка-трустория, потому что Шепарда изначально озвучивал другой актёр. И именно услышав голос Марка во время работы над этой сценой, звукорежиссёр принял решение взять его на главную мужскую роль. Короче, пожурить русский перевод ещё можно за многое. Я помню, как читал на страницах ныне покойного журнала ПК-игры о том, сколько труда вложено в эту версию, как много актёров озвучания там задействовано, как они там стараются изо всех сил. Эстетствующим гурманам насладиться творением студии Сноубл можно, посмотрев на нашем канале трудности перевода первой части Mass Effect. Вселенная Mass Effect за долгие годы получила множество расширений и дополнений, удачных и не очень. Кроме основных игр выходили ещё спин-оффы на мобильные устройства, комиксы разного качества, аниме и главные книги. Впереди нас с вами ожидает самое интересное в приключениях Шепарда и роковые изменения в компании BioWare. Но об этом уже в следующем выпуске. История Командера противоречива, и каждый помнит её по-своему. Свои неоднозначные решения и эмоции, которые они дарят. Но во всём этом ясно одно. Всё, что связано с космосом, совсем непросто. Свои неоднозначные решения и эмоции. Свои неоднозначные решения и эмоции. Субтитры создавал DimaTorzok